МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот праздник незабываем. Он заставил нас окинуть взглядом минувшее, осознать цену и скорость времени. Как за 60 лет пройден путь, равный векам. И говоря о замечательных социальных и культурных событиях века, мы не забываем выдающейся роли людей, чья энергия воплотилась в поворотных свершениях страны и республики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На памяти одного поколения произошло невиданное обновление жизни. Новейшая история Казахстана и жизнь великого гражданина тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Наш фильм это попытка рассказать о человеке, в чьей биографии полно и рельефно отразилась удивительная судьба современного Казахстана. Год рождения 1912-й, год вступления в Комсомол 1927-й. Алма-Ата, бывший верный. Память возвращает в юность. Это Каунрад, август 1936-го года. Таким его увидел молодой инженер Димаш Ахмедович Кунаев после окончания горного факультета Московского института цветных металлов и золота. Стройка была необычной. Обычными были люди, которые ехали сюда со всех концов Казахстана. Начинались палаток, землянок, юрт, открытых всем ветрам. А вокруг мертвая безводная пустыня, раскаленные пески летом и жестокая стужа зимой. Это газеты тех лет. Горняк Каунрада, Приболхашская правда. В них статьи Димаша Ахмедовича Кунаева. Разговор серьезный, деловой. О лучшем использовании техники, обеспечении стройки рабочей силой, о транспорте, необходимости улучшить организацию труда и быта рабочих. Это много позже Каунрад и Болхаш должны были стать крупнейшими в мире меднорудной сырьевой базой и гигантским медеплавильным заводом. Народ раскрепощенный расцветает талантами. Еще вчера многие из них были неграмотными, а теперь становились классными специалистами, известными всей стране. Им вручались первые награды за подвиг в Болхоше. Среди награжденных рядом с Калининым Димаш Ахмедович Кунаев, тогда уже директор Каунрадского рудника. Это уже были люди новые, особенные. Так писал о них Димаш Ахмедович. Это они в короткий срок выдали так необходимой стране металл. Шло время. Хорошел поселок, строилось благоустроенное жилье. Прекрасная добрая память о тех далеких, не позабытых годах. Здесь на буровом станке имена первостроителей Болхаша и Каунрада. Они из той первой рабочей гвардии Каунрада. Воронов Николай Захарыч. Шубаров Кульжебек. Они и многие другие делали тогда все возможное и невозможное, чтобы встал в пустыне город. Вспоминает Джумабек Босшин, бурильщик. Я имеючал иномизированный. Я в 1932 годах 15 залип, а практика Years и Каунрат Урмония. В общем, мы смотрим именно в Бургурлау. Николай Захарч Воронов был начальником молодежной смены бурильщиков. Вспоминает Нигмеджанов Макожан, он тогда был взрывником на Каунраде. Это панорама сегодняшнего Каунрада. Говорят, что с космической высоты он похож на лунный тратер. Синее чудо в безводных песках озера Балхаш. И чудо, сотворенное трудом человека, Балхашский горно-металлургический комбинат, вырабатывающий эталонную медь, равной ей по чистоте пока нет нигде в мире. А это город Балхаш. Вспомним бараки, палатки, с которых начиналась история комбината и города. В ритмах и красках нового социалистического Балхаша незатихающая мелодия тех лет мужества, стойкости, предчувствия дня сегодняшнего. А потом был риддер. Руды свинца, цинка, других ценных металлов. Димаш Ахмедович вначале зам главного инженера, затем директор ридерского рудоуправления. Декабрь 1940 года. Совсем немного до начала войны. Несметные сокровища казахстанского рудного Алтая должны быть взяты сполна. Таково было задание партии. Где бы ни работал Димаш Ахмедович, всюду он зажигал людей своей твердой уверенностью, верой в успех, увлекал новаторским отношением к делу. Он тщательно изучает возможности увеличения добычи руды. Поддерживает рабочую смекалку. Поощряет стахановское движение. Небывалые нормы выработки. Каждый работает за двоих. И вот рапорт о досрочном выполнении полугодового плана. Он был опубликован 25 июня 1941 года. Шел четвертый день войны. Металл для фронта. Металл для победы. Вот когда полностью раскрылось значение Балхаша и Лениногорска, других объектов социалистической индустрии, возведенных в короткое время. Девять пуль из десяти, выпущенных по врагу, отлиты из казахстанского свинца, позже скажет Димаш Ахмедович. Республика стала могучим арсеналом страны. Сюда были перебазированы сотни предприятий. Победа ковалась на переднем крае и на Великом трудовом фронте. Каждая тонна казахстанских угля и нефти, меди и свинца, железа и молебдена, каждый путь хлеба помогали громить ненавистных врагов. Казахстан, как и другие тыловые районы, могуче подпирает фронт всеми богатствами своей земли, всеми сокровищами своих гор, писала тогда газета «Правда». Таким стал современный Лениногорск. Бывший Ридер. Город, названный именем Великого Вождя, который еще в первые годы победы советской власти прозорливо видел и понимал роль этого района для всей страны как уникальной кладовой цветных редких металлов, золота, серебра, благородного камня. Военный 1942 год. Указ о назначении Динмухамеда Ахмедовича Кунаева заместителем председателя Совета народных комиссаров Казахской ССР. Было ему тогда 30 лет. И была вся полнота партийной и государственной ответственности за многие отрасли хозяйства. Прежде всего, черная металлургия, строительство крупных промышленных объектов. В начале 1945 года получена первая сталь на казахском металлургическом заводе. Это было важнейшее достижение. Вспомним, большинство предприятий черной металлургии на западе страны были тогда разрушены. Димаш Ахмедович Кунаев, лично осуществлявший контроль и руководство за ходом строительства в Тимиртау, сердечно поздравляет коллектив строителей с выдающейся трудовой победой. Ленинская национальная политика за короткий исторический срок превратила Казахстан в развитую, цветущую республику страны Советов. Об этом говорится во многих трудах, написанных товарищем Кунаевым, в его книгах. Социализм, писал он в книге «Советский Казахстан», не только открыл трудящимся массам широкий доступ к духовным ценностям, но и сделал их непосредственными дворцами культуры. Особая роль в послевоенные годы отводится науке. Товарищ Кунаев избирается президентом Академии наук Казахстана. Многочисленные научные труды доктора технических наук академика Динмухамеда Ахмедовича Кунаева посвящены теории и практике разработки полезных ископаемых самым прогрессивным, открытым способом. Это перспективное направление получило в дальнейшем широкое распространение в горнорудной промышленности. В это время энергично исследуются богатейшие природные ресурсы Казахстана. Изыскания геологов помогают разведать крупные месторождения полезных ископаемых. Растет значение Казахстана в общесоюзном разделении труда. Экономика республики выходит на новые рельсы. Целина. С памятной весны 1954 года это слово неразрывно связано с Казахстаном. Напряженно потрудились казахские ученые. Они составили подробные почвенно-климатические карты земель, где закладывались новые совхозы. В этом 1954 году произошла встреча, имевшая особое значение для последующей истории республики. В книге Целина Леонид Ильич Брежнев пишет «Почти четверть века продолжается моя дружба с Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым. Тогда он был президентом Академии наук Казахской ССР. И, естественно, нам пришлось познакомиться в первые дни моего пребывания в Алма-Ате. По образованию горный инженер, специалист по цветным металлам, он не был человеком узкой сферы. Мыслил по-государственному широко, смело, высказывал оригинальные и глубокие суждения об огромных ресурсах и перспективах развития Казахстана. Этот спокойный, душевный, обаятельный человек обладал к тому же твердой волей, партийной принципиальностью». В 1955 году Динмухамед Ахмедович Кунаев был назначен председателем Совета Министров Казахской ССР. В эти годы нарастающими темпами шло освоение Целины. Казахстану вручен Орден Ленина. Признание боевой организаторской роли коммунистов, всех трудящихся республики. Целинная эпопея стала школой мужества, братства, символом трудового героизма всего советского народа. Целина подняла на качественно новую ступень всю многоотраслевую экономику Казахстана. Это 1960 год. Пуск первой домной казахстанской магнитки. С выходом на проектную мощность она стала одной из самых крупных в черной металлургии страны. Создание таких промышленных гигантов знаменовало новый этап становления индустриальной мощи Казахстана. Решая сложные социально-экономические проблемы, необходимо было позаботиться и о сохранении природных регионов республики. Шло великое обновление просторов земли казахской, древней и юной. Много раз со своими соратниками Димаш Ахмедович облетал ее, и съездил, и сходил, узнал, как нелегко раскрывает она, отдает свои богатства. Димаш Ахмедович много сил отдаёт дальнейшему развитию целинных совхозов, внедрению прогрессивной системы земледелия. Целинное земледелие с годами стало для всей страны примером высокомеханизированного сельского хозяйства. Важнейшие вехи биографии Димаша Ахмедовича неразрывно связаны с переломными этапами современной истории республики. Боевой инициативе, при личном участии в Казахстане возникли, начали развиваться мощные территориально-промышленные комплексы. Они были вызваны к жизни открытием крупных месторождений, необходимых всей стране. Некогда край кочевий, Казахстан превратился в республику городов. Практически за последнюю четверть века у нас выросло несколько десятков новых городов. Старые коренным образом преобразились. Таким стал Павлодар. Когда-то на заре советской власти Владимир Ильич Ленин мечтал о ста тысячах тракторов для крестьян. С конвейеров только Павлодарского тракторного сошли уже более четырехсот тысяч машин с маркой Казахстан. Поднимает этажи Караганда. Всего полвека исполнилось этому некогда черному городу. Ныне Караганда университетский город. Город высокой социалистической культуры, самой современной технической мысли. Эти светлые кварталы символичны. В них выражена выдающаяся, целенаправленная работа Димаша Ахмедовича Гунаева по формированию этого крупнейшего промышленно-территориального комплекса Центрального Казахстана. Много труда вложил он в создание современного Тимиртау. Город поднялся на берегу Самаркандского водохранилища, в котором синеет Миртышская вода. Здесь, на казахстанской магнитке, создан законченный цикл металлургического производства, осуществленная мечта многих поколений строителей и металлургов. Совершенствуются технологические процессы. Металл, готовый прокат, уникальный цех белой жести, такая она, казахстанская магнитка, сегодня. В десятки, сотни адресов крупнейших машиностроительных заводов нашей страны и за рубеж поставляет продукцию казахстанская магнитка. Уверенно развивается могучий экипостузский комплекс, пишет Димаш Ахмедович. Создается топливно-энергетический узел, который станет энергетическим сердцем страны. Привлечение внимания к богатствам Мангышлака, создание Мангышлакской области, особая заслуга Димаша Ахмедовича. Еще в 1956 году, выступая на 20-м съезде партии, товарищ Кунаев указывал на то, что казахские геологи открыли ценнейшее нефтяное месторождение на полуострове Мангышлак. На 22-м съезде КПСС Димаш Ахмедович с уверенностью говорит о том, что наша республика может стать новой нефтяной базой страны, о необходимости освоения богатств Мангышлака. В 1966 году на 23-м съезде КПСС товарищ Кунаев был избран кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС. Он часто бывает на местах, участвует в разработке долговременных планов комплексного развития республики. Некогда пустынный, забытый Мангышлак становится известным всей стране как полуостров сокровищ. Здесь, впервые в стране, запущен атомный оплеснитель морской воды. Газоперерабатывающий комплекс. В строй действующих вступил крупнейший в Европе завод пластмасс. На берегу Каспия возник белоснежный красавец, город Шевченко, удостоенный международного признания за создание самых благоприятных условий для жизни и труда людей в экстремальных природных условиях. На карте республики по инициативе Димаша Ахмедовича появляется еще одна область, Тургайская. Быстро растет ее центр, город Аркалык. Образуется Джасказганская область. И это результат неослабного внимания товарища Кунаева к развитию производительных сил Центрального Казахстана. Несметной кладовой ископаемых, которые добываются в трудных природно-климатических условиях. Здесь, в этом крае, начиналась трудовая деятельность Димаша Ахмедовича. Здесь его хорошо знают по частым встречам, вниманию к нуждам, заботам трудящихся, перспективам развития большого Джасказгана. Он становится краем разнообразных отраслей земледелия и животноводства. Наращиваются мощности в Каратал-Джамбулском и других территориально-производственных комплексах, которые неразрывно связаны с деятельностью Димаша Ахмедовича. Изменилась не только экономическая карта, меняются цвета географической карты республики. Димаш Ахмедович стоял у истоков рождения Исполинского рукотворного канала, который привел воды Иртыша в Центральный Казахстан. Разлились целые моря Ухтарминская, Чартовинская, Копчегайская. Огромный личный вклад товарища Кунаева в невиданное по масштабности и плодотворности дело, столь необходимое многим районам Казахстана, испытывающим острую потребность в надежных водных источниках. Так начиналось земледельческое освоение неприветливого приболхашья. В низовьях реки Или появились первые рисоводческие совхозы. Начиналась борьба за создание орошаемых плантаций. Южный Казахстан издавна был знаменит и древними городами, и пышной зеленью. Кропотливым и вдохновенным трудом народных мастеров, земледельцев, зодчих, художников. Бережно реставрируются памятники исторического прошлого. Продолжается слава этой земли, ее щедрых плодов. Учитывая большой удельный вес республики в производстве животноводческой продукции и возрастание потребностей страны в ней, говорил товарищ Кунаев, нам необходимо особый упор сделать на укрепление и дальнейшее развитие этой отрасли, на более активное внедрение в нее достижений науки и передовой практики. Только в одиннадцатой пятилетке на развитие животноводства Казахстана выделяется 4,2 миллиарда рублей капиталов вложения. Специализация и концентрация. Перевод отрасли на промышленную основу позволили резко улучшить бытовые условия животноводов, лучше организовать их труд. В таких встречах и сердечная теплота, и обстоятельный деловой разговор, подсказанный самой жизнью. 1972 год. Члену Политбюро ЦК КПСС, товарищу Кунаеву, за большие заслуги в развитии многоотраслевой экономики, науки и культуры республики, было присвоено звание Героя социалистического труда. Большой всенародный праздник пришел на землю республики в 1976 году. Трудящиеся Казахстана принимали самого дорогого гостя, генерального секретаря ЦК КПСС, товарища Леонида Ильича Прежнего, который снискал безграничное уважение и любовь казахского народа. Казахстана Каждый приезд Леонида Ильича в нашу республику особое торжество. Леониду Ильичу показали все. Так разрослась, похорошела Алма-Ата, ее новые проспекты и площади, возрожденный к былой славе высокогорный каток Медео. Многое вспомнилось в те дни. Не все ученые-авторитеты соглашались с предложением Димаша Ахмедовича таким образом построить спасительную плотину. Совсем немного времени потребовалось, чтобы испытать крепость Гигантской плотины. Подтвердить, как своевременно был проведен этот невиданный эксперимент. На город двинулся грязекаменный поток. Мощность его пять прежних верненских наводнений, когда-то разрушивших город. Дни и ночи в это тревожное время работал оперативный штаб, который возглавил Димаш Ахмедович Кунаев. КОНЕЦ И плотина выдержала удар. Город был спасен. А на Алма-Атинке память тех дней железобетонные ловушки, прочно вписанные в губ. Мирное небо над головой. За это отдали свои жизни и многие тысячи казахстанцев. Сердечное гостеприимство в доме близких, дорогих людей, с которыми делил хлеб и соль трудности и радость побед. КОНЕЦ На собрании партийно-хозяйственного актива республики Леонид Ильич поставил задачу собрать и сдать государству более одного миллиарда пудов зерна. Миллиард сто миллионов пудов. На полях республики в том памятном году был выращен небывалый урожай. Упорная борьба за большой казахстанский хлеб стала мерилом трудовой доблести, высокой политической зрелости всех, кто принимал участие в жатве 76. Эту борьбу возглавила партийная организация республики. Димаш Ахмедович был в те дни на решающих участках хлебного фронта. Встречался с руководителями областей, механизаторами, водителями, с теми, от кого зависела бесперебойная, ритмичная, высокоэффективная работа зернового конвейера. И казахстанцы сдержали слово. В закрома родины лег хлебный каравай весом в один миллиард, 120 миллионов кудов. Он достойно венчал труд казахстанцев по освоению целинных и залежных земель. 1976 год. Указ о присвоении товарищу Кунаеву звания дважды героя социалистического труда. Принимая высокую награду родины, Димаш Ахмедович сказал. Дорогой Леонид Ильич, дорогие товарищи, сегодня получают высокую награду родины. Мне бы хотелось особо сказать, дорогой Леонид Ильич, скоро исполняется 23 года со дня героической селены эпопеи, когда партия приступила к осетельным землям. С этих памятных дней я непосредственно работаю под руководством выдающихся деятелей нашей партии Советского государства Леонид Ильича Брежнева. Для меня была высокая честь и большая ответственность. И теперь могу я уверенно сказать, все, что сделано в Казахстане во могучем возлете экономики, отразительного науки и культуры связано Леонид Ильич вашим именем как все успехи и достижения всего Советского народа. Я бы хотел сегодня особо подчеркнуть, когда получаю высокую награду родины. В заключение я могу заявить, вас, дорогой Леонид Ильич, дорогие товарищи члены политбюро, я буду делать все от меня завистие, чтобы честно выполнять задания нашей партии, верно служить великому советскому народу. Большое вам спасибо. Этот бюст установлен на родине героя за большие заслуги в укреплении экономического и оборонного могущества нашей Родины. Димаш Ахмедович принимал деятельное участие в разработке новой Конституции СССР. Одобряя основной закон страны Советов, советские люди голосуют за мир, за счастливое будущее нашей страны. Всеми своими победами в социалистических преобразованиях на родной земле, говорил товарищ Кунаев, он обязан великому русскому народу и всем другим братским народам Советского Союза. Достижения Советского Казахстана вызывают искренний интерес зарубежных стран. Леонид Ильич Брежнев, возглавлявший партийную организацию Республики в годы освоения Целины, и Димаш Ахмедович Кунаев встречают премьер-министра Республики Индия Джавахар Лала Нерру. В составе делегации находились Индира Ганди и другие руководители одного из крупнейших государств мира. Они смогли воочию убедиться в исключительной плодотворности братского сотрудничества всех народов нашей страны. В столице Советского Казахстана побывала правительственная делегация Бирмы во главе с премьер-министром УНУ. Для многих государств Азии Казахская ССР становилась маяком примером свободного и счастливого развития. Радушный и сердечный прием делегации мужественного вьетнамского народа во главе с президентом Хо Ши Мином. Это кадры пребывания члена политбюро ЦК КПСС товарища Кунаева в Соединенных Штатах Америки. Встреча с тогдашним президентом Эйзенхауэром. Плодотворный диалог в интересах мира и сотрудничества может вестись только на реалистической платформе взаимного уважения и равенства. Арабская республика Египет. Много испытаний вынес ее народ за тысячелетнюю историю. Египтяне познали радость национального возрождения. Советские люди с искренней симпатией следили за успехами трудолюбивого египетского народа. Они помогали ему возвести Ассуанскую плотину, одно из великих чудес нашего времени. Простые филахи горячо приветствовали посланцев страны Советов. А это чудо древности, знаменитые пирамиды. Состоялась встреча с президентом Гамаль Абдель Насаром. Товарищ Кунаев выступил в национальном собрании Арабской республики Египет. Советская партийно-правительственная делегация во главе с товарищем Брежневым в Монгольской народной республике. Такие встречи сближают, выдают устойчивость нашим связям со странами социалистического содружества. Вместе с товарищем Брежневым Димаш Ахмедович находился в Индии в составе советской партийно-правительственной делегации. Состоявшиеся встречи и переговоры дали могучий импульс дальнейшему развитию взаимоотношений двух великих стран. На этих кинокадрах запечатлены дружеские встречи Димаша Ахмедовича, побывавшего во многих странах мира. Он встречался как представитель великой страны советов с руководителями, трудящимися коммунистами Алшира. Горячие, полные сердечности встречи с народом Ирана. Корейская народно-демократическая республика. Китайская народная республика. Дружеские встречи с коммунистами многих зарубежных стран. Девятый съезд Компартии Италии. Встреча в Братской Монголии. Съезды Компартии Уругвая. Во многих других государственных кадров советского телевидения. 35-й съезд Компартии Великобритании. В английской столице продолжает свою работу 35-й съезд Компартии Великобритании. В центре внимания делегатов обсуждение проекта нового варианта программы английских коммунистов. Путь Британии к социализму. Одним из центральных событий работы съезда стало выступление главы делегации Коммунистической партии Советского Союза, члена политбюро ЦК КПСС, товарища Кунаева. Дорогие товарищи, друзья, с большой радостью выполняю почетное поручение Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и передаю вам, вашему съезду, всей Братской Коммунистической партии Великобритании сердечный привет от коммунистов Советского Союза, от руководителей нашей партии, от Генеральной секретаря ЦК КПСС, товарища Леонид Ильича Прежнева. Товарищ Кунаев рассказал о достижениях советского народа за 60 лет строительства социализма в нашей стране, которые нашли свое отражение в новой конституции СССР, об усилиях, предпринимаемых нашей партией и правительством в борьбе за упрочение мира и разоружение. Дорогие друзья, в заключение свое выступление хотелось бы от имени ЦК КПСС еще раз сказать, что мы, советские коммунисты, считаем своим интернациональным долгом поддержать, оберегать и углублять солидарность между Коммунистической партией Советского Союза и Коммунистической партией Великобритании. И это в интересах английского и советского народа, в интересах мира, демократии и социализма. Такова наша линия, и мы намерены неуклонно следовать ей впредь. А это уже встречи в Алма-Ате. Теплый прием оказан делегации социалистической Эфиопии во главе с Мингисту Хайли Мариам. Партийно-правительственная делегация Народной Республики Болгарии во главе с Тодором Живковым прибыла в Алма-Ату. Страны социализма тесно связаны между собой живыми неразрывными узами. Упрочение этих уз, тесное взаимодействие в строительстве социализма полностью отвечают как национальным, так и интернациональным интересам братских народов. Их вдохновляет опыт развития советского Казахстана «Великое дело октября». Представители многих народов мира побывали в Казахстане. Они увидели воочию, каких вершин цивилизации достиг при социализме народ, который еще недавно был неграмотен. Алма-Ата становится местом проведения крупных международных форумов. Посланцы 134 стран мира приняли участие в международной конференции Всемирной Организации Здравоохранения. Товарищ Кунаев огласил в текст приветствия Леонида Ильича Брежнева и ее участников. От имени Придима Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, советского народа, я от себя лично сердечно приветствую участников международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, собравшейся в нашей стране для обсуждения таких важных задач, как пути и средства обеспечения одного из неотъемлемых прав каждого человека, независимо от расы, религии, цвета кожи или имущественного положения, права на охрану здоровья. Забота об улучшении здоровья людей неразрывно связана с решением главной проблемы современности, сохранением и упоречением мира, дальнейшим увлублением процесса разрядки международной напряженности, устранением угрозы ядерной войны, достижением прогресса в области разоружения. Имя Димаша Ахмедовича Кунаева неотделимо от успехов родной республики, всей нашей великой страны. Он хорошо знает и понимает чаяния и стремления народа. Он умеет создавать атмосферу дружной коллективной работы, полон уважения и внимания к людям. Он один из творцов Ленинского курса Коммунистической партии Советского Союза, выверенного практикой, глубокой связью с жизнью. Верно и мудро сказал Леонид Ильич Брежнев, наш товарищ по политбюро ЦК КПСС Димаш Ахмедович Кунаев человек разносторонний и одаренный. Его по праву можно назвать выдающимся представителем казахской интеллигенции, выросшей за годы советской власти. Пытливый инженер, крупный ученый, авторитетный партийный руководитель, таковы основные вехи его биографии. Леонид Ильич Брежнев прикрепляет орден Ленина, четвертый орден в знамени Казахской СССР. Это было в дни празднования 60-летия республики, ее коммунистической партии. В достижении республики много ума, сердца и энергии вложены коммунистами Казахстана, составляющими главный отряд нашей Ленинской партии. Мне приятно отметить умелое руководство партийной работой и хозяйственной деятельностью республики ЦК КПС Казахстана и лично Димаша Ахмедовича Кунаева. Видного деятеля нашей партии и советского государства. Многие замечательные вехи в истории коммунистической партии Казахстана связаны с именем Димаша Ахмедовича Кунаева. 1960 год. Десятый съезд коммунистической партии Казахстана. Он явился выдающимся событием в жизни республики. Товарищи, Десятый съезд коммунистической партии Казахстана собрался в знаменательные волнущие дни. Близится славная годовщина 90-летия со дня рождения величайшего гения всех времен и народов Владимира Ильича Ленина. Докладчик подводит итоги огромной созидательной работы, осуществленной трудящимися республики под руководством партийной организации за четыре года, прошедшие со времени предыдущего очередного съезда Компартии Казахстана. За этот период дальнейшее развитие получили все отрасли экономики и культуры республики. Казахстан стал второй житницей страны. На его просторах воздвигнуто 693 новых предприятия. Еще более величественные перспективы открываются перед республикой в коммунистической семилетке. В заключении товарищ Кунаев сказал. Разрешите мне от имени нашего съезда и всей партийной организации республики выразить глубокую благодарность Ленинскому ЦК за отеческую заботу и за эрик, что КП Казахстана еще теснее сплотит свои ряды вокруг Ленинского Центрального КПСС и приложит все свои усилия для успешного претворения в жизнь и исторических решений 21-го съезда нашей партии. АПЛОДИСМЕНТЫ 4 февраля 1981 года. Торжественный праздничный день. Он войдет в историю нашей республики как день открытия во дворце имени Ленина 15-го съезда коммунистической партии Казахстана. Продолжительными аплодисментами встречают делегаты членов элитбюро ЦК КПСС первого секретаря ЦК КПК Казахстана товарища Кунаева. АПЛОДИСМЕНТЫ И, товарищи, по поручению Центрального Комитета очередной 15-й съезда КПК Казахстана объявляю открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ Избирается президиум 15-го съезда КПК Казахстана. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КАЗАХСТАНА Предоставляется члену политбюро ЦК КПСС первому секретарю ЦК КПК Казахстана товарищу Кунаеву. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Товарищи делегаты, великое и волнующее время переживает вместе со всем советским народом коммунисты все трудящиеся нашей республикой. В едином строю, монолитно сполоченный вокруг Ленинского ЦК, его политбюро, во главе с выдающимся политическим государственным деятелем современности, товарищем Лениневичем Брежневым, мы идем навстречу важнейшему событию в жизни прогрессированного человечества предстоящему 26-му съезду родной коммунистической партии, которая по выражению Ленина олицетворяет ум, честь и совесть нашей эпохи. АПЛОДИСМЕНТЫ 1981 год войдет в историю как год особо знаменательный. 26-й съезд коммунистической партии Советского Союза. Он наметил научно обоснованные направления развития страны на многие годы вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В отчетном докладе съезду генеральный секретарь ЦК КПСС, товарищ Брежнев, в частности, сказал. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, неуклонно укрепляется братская дружба всех народов нашей многонациональной Родины. С первых лет советской власти наша экономическая и социальная политика строились так, чтобы как можно быстрее поднять бывшие национальные окраины России до уровня развития ее центра. И эта задача была успешно решена. Отсталых национальных окраин, товарищи, ныне у нас не существует. АПЛОДИСМЕНТЫ Возьмите, например, Казахстан. Он переживает период настоящего расцвета экономики и культуры. АПЛОДИСМЕНТЫ Встречей на съезде выступил член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, товарищ Кунаев. АПЛОДИСМЕНТЫ Среди событий мирового значения наш съезд займет совершенно особое место, хоть великие события, определяющие ход истории современности на самых важнейших ее направлениях. АПЛОДИСМЕНТЫ В отчетном докладе Леонидовича Брежнева вместе с глубоким марксистско-ленинским анализом особенностей 70-80-х годов даны четкие и ясные выводы на обозримое перспективу. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно без преувеличения сказать, что значение отчетного доклада ЦК всемирно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ныне к слову Ленинской партии с вниманием надежно подслушивается все прогрессивное человечество. В этом исключительно заслуга Леонидовича Брежнева, нашего признанного руководителя, верного продолжателя бессмертного дела Ленина. АПЛОДИСМЕНТЫ Делегация Компартии Казахстана, выражая волю 730-тысячных отрядов коммунистов в республике, всех ее трудящихся, полностью одобряет политическую линию и практические действия Центрального комитета, внутренние и внешние политики нашей партии, горячее нужно поддерживать все положения и выводы отчетного доклада ЦК. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, Коммунистическая партия Казахстана – один из боевых отрядов КПСС за отчетный период выросла, закалилась и еще более обогатилась политическим, едино-воспитательным и организаторским опытом. В результате выполнения решения 25-го съезда произошли значительные преобразования в экономику, науку и культуру республики, возрос его национальный доход, обновился производный потенциал, увеличились основные фонды, созданы новые отрасли промышленности. АПЛОДИСМЕНТЫ Трудящиеся советского Казахстана на деле доказывают безграничную верность ленинской партии. Год от года на полях республики выковывается целинный характер казахстанцев. АПЛОДИСМЕНТЫ Целинный характер проверялся и в Трудном, 1981 году, когда большинство зерновых районов страны было поражено жесточайшей засухой. АПЛОДИСМЕНТЫ Большой хлеб Казахстана стал олицетворением напряженного труда тысяч и тысяч людей. Он подтвердил стабильность высоких целинных урожаев. Многогранная самоотверженная деятельность товарища Кунаева, одного из признанных руководителей партии государства, увенчана еще одной высшей наградой Родины. 25 февраля 1982 года. Дорогие товарищи! Сегодня у нас приятное событие. Предстоит вручение ордена Ленина и третьей золотой медали серпи-молот Димаша Ахмедовича Кунаева. У Казахстана выдающиеся достижения в развитии народного хозяйства, науки, культуры. И я бы особо выделил устойчивый рост производства зерна. Вот уже четыре года подряд республика перевыполняет план. Дает порядка миллиарда пудов хлеба, а то и больше. В эти достижения Димаш Ахмедович вложил много своего труда. Быть партийным руководителем очень и очень непросто. Его должны отличать широкий кругозор, творческое отношение к делу и, конечно же, глубочайшая убежденность в правоте идеалов партии. Для настоящего партийного руководителя в высшей степени характерны доскональное значение жизни, настроение людей, умение прислушиваться к мнениям товарища. Настоящему партийному руководителю свойственны неравнодушия, чувство нового, постоянное стремление сделать сегодня лучше и больше, нежели вчера. Этими качествами обладает товарищ Кунаев, член политбюро ЦК КПСС, первый сектор Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана. От души поздравляю тебя, Дима Шахметович, с высокой наградой Родины. Желаю тебе, моему доброму и давнему товарищу, крепкого здоровья, счастья, новых успехов в твоей большой и ответственной работе. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогой Ильин Денич, дорогие товарищи, этот волнующий для меня день, Позвольте выразить самую сердечную благодарность и признательность Центральному комитету нашей партии, Политбюро, Президиуму Верховному Советному Союзу СССР, Советскому правительству, Лишь не вам, дай Валентий, лишь за высокую оценку моего труда и теплые слова, мой адрес. Все сказанное здесь я полностью отношу к родной партии, к славным делам коммунистов Казахстана, Всех тужников республики, которые сейчас настойчив работают над притворением жизнен и историческим решением 26-го света нашей партии. Друзьящие Казахстана, как все советские люди, ясно понимают, что только мудрому руководству партии, Только и беспредельно верно с его идеалом, обязаны все грандиозные достижения нашей страны и каждой из ее республик. Они стали явью благодаря Ленской национальной политике КПСС, нерушимой дружбе народов, их слаженному общему труду, Превратившему нашу республику в край целинного и космического подвига всего советского народа. Быть в какой-то степени причастным к этим успехам, это, товарищи, большая честь и огромная ответственность. И это великий доверие партии, которое надо оправдывать всегда и во всем. Во всех высотах экономики, науки, культуры дошли на этой республике, Огромно ваше ленте лишь самой непосредственной части. Получая высочайшую награду Родины, я должен сказать, что мы казахстанцы стремимся и во всем крепить и развивать ваши традиции, заложенные еще в памятные годы героистской селены эпопеи. Если сегодня, в канунь славных 60-летий СССР, Многонациональный Казахстан уверен, идет в гору, Если сегодня на древней казахской земле, 250 лет назад, Навек соединивший свой судьбу с Россией, Властвовать счастьем мирного созидания, Поэтому мы целиком обязаны Великому Октябрю, Родной партии, всему советскому народу, Вашей постоянной заботе и вниманию, дорогой ленте лишь, Вашей нестекаемой энергии, убежденную поводника мира, Вашей мудро дальновидности, С которой вы уверенно ведете наш государственный корабль верным ленинским курсам. Вы, дорогой ленте лишь, обладаете бесценным даром, Четко видят перспективу, Заботливо прислушиваются к мнению людей труда, Умело опираться на замечательный опыт, Обреченный в непростом процессе созидания нового мира. На мою долю выпало огромное счастье, Работает под Вашим руководством вот уж 30-летие, Учится у вас ленинскому стилю, Партийной деятельности, Означающей прежде всего глубоконаучный реалистический подход К сложным задачам коммунистического строительства. И это самая замечательная школа жизни. Разрешите заявить всех вас, дорогие товарищи, коммунисты, Все трудящие Совет Казахстана В ответ на забот родной партии Будут трудиться еще упорнее, еще эффективнее, Ставят на верную службу велико страны Советов Все, чем богата и славна наша республика. И не пожалеет ничего для успешного выполнения Исторического решения 26-го съезда КПСС Для дальнейшего расцвета нашей большой единой Родины. Большое спасибо вам за радость этого незабываемого дня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Ахмедович Кунаев, как и другие руководители Коммунистической партии и Советского государства, вносят свой вклад в развитие друг, сотрудничества и взаимопонимания между всеми народами, коммунистическими и рабочими партиями зарубежных стран. КОНЕЦ Выпадают и такие минуты отдыха, когда можно смягчить напряженный ритм будней. И всегда рядом добрый верный друг Зухраша Риповна. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Родная земля» «К этому городу Димаш Ахмедович питает особенную любовь» «Симон» 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 Димаш Ахмедович непосредственно участвует в разработке всех крупных проектов городских сооружений. Его зодческая мысль, страсть, универсальный вкус воплощены в уникальных строениях. Детские годы, вероятно, сохранили воспоминания о трагическом облике верного разрушенного землетрясения. Трещины среди улиц и в стенах домов. Не тогда ли зародилась мечта о прекрасном новом городе? О дворцах из стекла и стали, великолепных сооружениях, способных выдержать огромные сейсмические нагрузки. В каждом крупном здании Алматы национальная самобытность и яркая современность форм, лаконичная простота и гармония. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Он растет, он вырос, наш замечательный город, ныне известный на всех континентах. Ему 70 лет, как и его главному строителю. Спустя многие годы после первого знакомства со столицей Казахской ССР, Леонид Ильич Брежнев скажет, «Вся сегодняшняя Алма-Ата совсем не похожа на прежнюю. Теперь это огромный, современный, почти с миллионным населением город. Красивый и своеобразный». Играет музыка. «Вспомним 1912 год. Верный населяло всего 40 тысяч человек. В декабре 1981 года в Алмате родился миллионный житель. Это сопоставление старой и новой Алматы символично. И многозначуще, так же стремительно, мощно, на обломках векового уклада, разрушенного ураганами времени, вырос, вымахал, развернул могучие плечи Казахстан, «Брат среди братьев». И в эту самую динамичную и созидательную главу национальной истории навсегда вписано пламенное имя человека, воплощающее гордость и достоинство наше. Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев. «Как роман современности, ваши 70 лет, В них свершение, победы, достоинство над бесправием, Эти дни воплощаются в образах кинолент. Биография Родины, ваша личная биография, Опыт 70 трудных, но богатых творчеством лет, Отвечает на главный вопрос, В чем высшее счастье человека и коммуниста? Жить вместе с народом, во имя счастья народа, Заслужить его вершинную любовь». Заслужить его вершинную любовь. Заслужить его вершинную любовь. Заслужить его вершинную любовь. Заслужить его вершинную любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok